Сегодня слишком много плохих новостей, очень много, и прежде всего, чтобы вот настроиться все-таки на рабочий лад, я скажу одну хорошую новость, блядь, QR-коды отменили. Тот, кто беспокоился, что его чипируют, отправят в концлагерь, в цифровой там или какой-то там, все, ребят, можете вообще не беспокоиться. Итальянское издание одно написало, что Путин за 48 часов отменил ковид по всему миру. Все! В информационной повестке ковида больше нет, но на этом хорошие новости заканчиваются. IT-компании, сотрудники IT-компаний не призываются в армию, раз, льготная ипотека, два, из России массово убегают айтишники, все эти компании уезжают куда угодно, Турция, Болгария, там, Хорватия, куда угодно, Армения, Казахстан и так далее, куда угодно, все. Почему? Потому что IT-бизнесы международные, а санкции блокируют возможность IT-компании работают, вот они убегают. Про газ. Значит, в Европе газ стоит уже более двух тысяч долларов за тысячу кубов. Что это такое, что это за цена? Ребят, год назад цена была 200 долларов, то есть рост в 10 раз. Однако может ли воспользоваться этим Россия? Скорее нет. Прокачка по транзитным магистралям останавливается. Вы знаете, Северный поток так и не запустили, прокачка по многим транзитным трубам останавливается, поэтому радуемся виртуально. Цены высокие, но газ не идет. Одно хочу сказать, в информационной повестке постоянно там «вот, газ высокий, Россия зарабатывает». Ребят, ну вы понимаете, если цена есть, котировка, да, но газ физически не идет, то кто-то другой зарабатывает, кто спекулирует там. А Россия ничего не зарабатывает. Центральный банк ввел тридцатипроцентную комиссию при покупке долларов, евро, фунтов и других валют недружественных стран, ну те, которые санкции объявили. Это все на бирже, потому что в обменниках уже давно курс улетел, а на биржах некоторые умники, да, частные лица, да, покупали курс по сниженной цене, так вот теперь не сможете. У кого есть доллары в России, кто когда-то их вот купил, ну, в общем-то, вам будет сложно им воспользоваться на международном рынке, никуда платить ими нельзя. Поэтому доллары, которыми теперь никуда платить нельзя за рубеж, называется теперь русский доллар. Зачем он вам? Ну, непонятно, он так, что ли, как музейный экспонат, но в принципе или как средство такой вот спекуляции. Страна, Россия стремительно переходит от доллара, от евро, от фунтов и от прочих вот этих вот валют коллективного запада в другие валюты. Например, юань. В мире сейчас происходит тотальная перезагрузка финансовая система. Бреттон-Вудская система, которая возникла после Второй мировой войны, она трещит по швам. Вот и все. Мерседес там, ну, все компании, короче, автомобильные перестали возить новые автомобили, раз. Запчасти уже проблема, два. Чипов нет, чипов, ладу там делали на этот в Тольятти, да, так все, остановили конвейер, чипов нет, нету. На самом деле взаимозависимость России от иностранных компонентов это жуткая история, то есть, вот, ну, действительно, вот теперь они не отгружают чипы, они не отгружают машины и так далее. На чем мы будем ездить? На телегах? На телегах? На лошадях? Ребята, конюшню строить, что ли? Я вообще не понимаю, да. Нестле и Данон остается работать в России. У Нестле и Данон очень много заводов России пищевых, всякие чипсы, там, йогурты, там, ну, все, вот, поэтому они остаются и будут работать. Вы знаете-то, значит, это хорошо, значит, а с голоду не сдохнем. А вот Икея объявила, что закрывает все российские заводы, так что мебели, ребят, не будет, поэтому спать, возможно, придется на полу. Приготовьтесь, там, матрасики или, если что, ну, такие новости, я не знаю, какая-то она, я не могу ее вот оценить, она хорошая, плохая, ну.